Всем доброго времени суток! С вами Наталья. Сегодня моё видео о многолетнем корневищном растении. Стахис шерстистый или частец – это многолетник с превосходной выносливостью, почвопокровное растение с потрясающим серебристым блеском, высотой 50-60 см. Листья стахиса толстые, продолговато-линейные, бело-войлочно-опушённые, что придаёт им особую декоративность. Цветки собраны в плотные колоссовидные соцветия до 1 см длиной. Цветёт частец с июня по сентябрь. Растение зимостойко, однако может страдать от выпривания. Растение хорошо развивается на открытых солнечных местах. Чем больше света и беднее земля, тем мельче и серебристые листья. Цветочные стебли обычно срезают в стадии бутонов, чтобы они не снижали декоративность посадки. Листья стахиса тогда становятся более крупными и выразительными. Стахис может долго расти на одном месте, но в центре куста появляются проплешины, поэтому весной старую центральную часть растения вырезают острой лопатой или ножом, подсыпают на это место смесь земли с перегноем и высаживают несколько младых розеток. Семена стахиса высевают в открытый грунт весной или подзиму, на рассаду в марте. Лучше всего размножается частиц делением корневищ весной. Декоративные эффектные листья с серебристым оттенком могут служить украшением любых насаждений из многолетних и однолетних растений. Стахис используется как почвопокровник в смешанных посадках возле кустарников, в бордюрах, на каменистых участках, в ковровых композициях. Его используют также для украшения альпийских горок и в приствольных клумбах. Хорошими соседями стахиса могут быть гейхеры, очитки, эхиноцеи и хосты. Стебли и листья стахиса белорисоватые, опушенные густыми ворсинками, которые по структуре напоминают войлок или длинный густой ворс, поэтому растение получило другие народные названия – овечьи, медвежьи или зайчьи ушки. На последних кадрах видео Стахис осенью. Его декоративность не потерялась за весь сезон. Спасибо, что заглянули на мой канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok